Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Исход и сегодня мы будем читать 22 главу этой книги. Но прежде я хотел бы зачитать цитату Григория Великого, Папы Римского, Григория Двоеслова. «Некоторые думают, что заповеди Ветхого Завета суровее, чем заповеди Нового, но на самом деле они заблуждаются в таком недальновидном суждении, ибо в том карается не скупость, но хищение», то есть в Ветхом Завете. «Там вещь, неправильно изъятая, возмещается вчетверо, а здесь, то есть в Новом Завете, богач порицается не за то, что украл чужое, но за то, что не отдал своего». И не говорится, что он кого-то притеснял силою, но что превозносился из-за вещей приобретенных». Конец цитаты. Действительно, друзья, Новый Завет, он более строгий, чем Ветхий Завет. И мы с вами знаем, что если в Ветхом Завете сказано «не убей», а в Новом Завете сказано, что всякий, кто гневается на брата своего напрасно, тот уже человек-убийца. Если в Ветхом Завете было сказано «не прелюбодействуй», то в Новом Завете сказано, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. «Мы должны верить в единство божественного откровения книг Ветхого и Нового Завета». Если кто-то противопоставляет Новый Завет Ветхому или Ветхий Новому, это маркианитская ересь, которая была осуждена святыми отцами. Итак, мы читаем первый раздел о кражах, потравах и поджогах. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу. Мы здесь видим, что человек не просто должен возместить ущерб, но он должен заплатить в одном случае в пять раз больше, чем то, что он украл, а в другом случае в четыре раза больше. И мы видим разницу таким образом между крупным животным и мелким животным. за украденного вола пять волов, за украденную овцу четыре овцы. Почему такая разница? Потому что кража крупного скота предполагает не спонтанное действие, а продуманное действие, потому что крупный скот более заметен. А все, что совершается продуманно, а не спонтанно, заслуживает большего наказания. Потому что человек становится преступником не только тогда, когда крадет, но и тогда, когда злоумышляет, что-то подобное сделать. Далее мы читаем, если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. О чем это? Здесь речь идет о том, что если подкоп делается ночью, то тот человек, который делает подкоп, он отлично понимает, что в доме хозяин со своей женой, со своими детьми, и чтобы ему завладеть какой-то их собственностью, ему надо их убить. Здесь умысел не только на кражу, но умысел и на убийство. И человек имеет право защищать свою жизнь, жизнь своих домашних, в том числе и с оружием в руках. Но здесь уточнение. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Потому что если человек днем проникает в жилище, он может предполагать, что там никого нет. Значит, у него умысел только на кражу, но нет умысла на убийство, поэтому убить человека в такой ситуации будет неправильно. Правда, если он ворвется в жилище с оружием в руках, то, конечно, здесь оборона допускается и днем, и ночью. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им, имеется в виду, продадут его в рабство. Но это рабство не было чем-то таким не небезусловным. Это рабство было на какое-то время. Если он пойман будет и украденное, найденное у него в руках, живым, имеется в виду, он украл какую-то скотину, если он пойман будет и украденное, найдется у него в руках живым, волли то или осел, или овца, пусть заплатит за них вдвое. Имеется в виду, что он украл, проникнув в жилище, а не из общественного пространства, где пасся крупный и мелкий скот, кража общественной собственности значительно строже наказывается. «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, смотря по плодам его, пусть заплатит со всего поля своего, а если потравит все поле чужое, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Здесь мы видим, что в законе уточняется, что если он что-то украл, может быть, это не лучшее, что он украл, но возмещать ущерб он должен лучшим, потому что он согрешает не только против собственности, он грешит против закона Божия, а он грешит против ближнего. «Если появится огонь и охватит терн, и выжат копны или жатву или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». То есть тот, кто развел где-нибудь костер, а огонь перекинулся на частное или на общественное поле, то виновник, может быть, неумышленного поджога, он оплачивает ущерб. Далее идут законы об имущественных спорах. Это с 7 стиха по 15 стих. «Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое, а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет предсудей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего». В этой ситуации мы видим, что человек отдал своему ближнему на сохранение серебро или вещи. Потом это украли. Хозяин дает клятву, что он ничего не присвоил. Значит, поиск реального вора продолжается. Дело в том, что человек, который принимает на сохранение какую-то вещь, он не может абсолютно ручаться за то, что она точно сохранится. И хозяин вещи сам решает, оставлять вещь или нет. То есть рискует именно хозяин вещи. Во многих отелях так и пишут, что если пропадают частные вещи в номере, то администрация отеля не несет никакой ответственности за эти пропажи. Надо ловить, обнаруживать вора. Далее. «О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». То есть здесь говорится о том, что вещь может пропасть, она может быть действительно потерянной, или ее кто-то присваивает себе незаконным образом. Вот устанавливать, как бы, что произошло на самом деле, должны судьи. Причем в понимании еврейского народа судьи по-еврейски «шефтим» это те, которые совершают дело Божие. Ибо суд есть в таком абсолютном понимании, это именно дело Божие. И судьи спрашиваются значительно строже, чем с обычных людей. Судьи должны занимать нейтральную позицию. Они не должны, безусловно, становиться на сторону обвинения. Любое сомнительное обстоятельство они должны истолковывать в пользу обвиняемого. Только тогда можно говорить о справедливом суде. А если судьи поддерживают только обвинения, то это нечестивый суд, и наказание Божие, оно не замедлит, а брушится на этих нечестивцев. Если кто отдаст ближнему своему осла или вола, или овцу, или какой-то другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить, а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство предоставит растерзанное. За растерзанное он не платит. Здесь, в этом отрывке, мы видим, что вот если животное растерзало скотину, то здесь, как бы, очевидно, никакого сговора нету. Не может же хозяин договориться с волком, барсом или со львом. А если наносится какой-то ущерб скотине, а если кто-то увел скотину со двора, которая дана была на сбережение или что-то еще произошло, то здесь, конечно, очень важно давать клятвы. И клятва здесь нужна для того, чтобы обелить именно хозяина, если он ничего не делал плохого. А если он виновен, отказывается давать клятву, сам отказ давать клятву, это уже, как бы, то, что может быть истолковано против него. Например, если человека ловят на совершении какого-то преступления, которое он совершил на машине, и он отказывается проходить экспертизу на алкоголь, то это должно быть истолковано против него. Значит, он понимает, что он пьян и отказывается именно поэтому проходить проверку на алкоголь и так далее. Далее. Если кто займет у ближнего своего скот, то есть возьмет скотину в аренду, ну, например, быка, чтобы пахать поле. И он будет поврежден или умрет, а хозяин его не был при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Что значит хозяин был при нем? Хозяин как бы и руководил действиями своего скота, например, там, Вала, который пахал поле. И если хозяин не возражал против каких-то действий с его скотом, которые повредили скот, то хозяин сам в этом виноват. Но если что-то происходит в отсутствии хозяина, это уже другая ситуация. Далее идет закон о штрафе за обольщенную девушку. Если обольстит, кто девицу, не обрученную, переспит с нею. Здесь речь идет не о насилии над девицей, а именно об обольщении. То есть девица дает согласие на такие отношения. Если обольстит, кто девицу, не обрученную, и переспит с нею, пусть даст ей вино и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится и не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается за вено девицам. Вот здесь мы видим, что если вот кто-то обольстил девицу, а отец этой девицы не хочет, чтобы у нее появился зять-обольститель, то тот должен заплатить необходимые деньги, которые отец будет использовать для того, чтобы выдать ее замуж более праведному, благочестивому человеку. А если он ее обольстил, у него чувство любви все-таки было к ней, может быть, он неправильно все это оформил, и он как бы готов на ней жениться, то он становится ее мужем. И он уже не может с ней развестись. Далее говорится о преступлениях, которые карались смертью. Вражей не оставляй в живых. Вражи и колдуны в те времена они совершали ритуальное человеческое жертвоприношение, чаще это жертвоприношение детей, и организовывали такие развратные оргии. Была на Святой Земле среди народов Ханаана ритуальная храмовая проституция, в которой принимали участие как юные девушки, молодые женщины, так и юноши, и молодые мужчины. И это были кровавые какие-то всякие действия, крайне сексуально все было разнуздано, поэтому такие жесткие законы вражей не оставляй в живых. Далее. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Дело в том, что в Ветхом Завете говорится о семени верующих людей, как о святом семени. И вот это словосочетание, святое семя, мы встречаем в Библии несколько раз. Преступным считается, что когда человек просто изливает свое семя на землю, это грех Анана. Анан – это тот, о котором мы разговаривали, когда изучали книгу Бытия. А если он изливает противоестественным образом, там, в гомосексуальном акте, это тоже осквернение семени, святого семени. А если он совершает это животным, это самое худшее осквернение вот этого семени. Ведь возможность иметь семя – это результат Божьего благословения. И семя дано мужчине для того, чтобы он плодился, размножался, наполнял землю. И если при этом он неправильно как бы распоряжается своей собственной сексуальностью, это подвергается и наказанием. И в зависимости от того, какая форма сексуального преступления, то наказание становится или очень строгим, или менее строгим. В данном случае всякий скотоложник да будет предан смерти. Скотоложник – это не только мужчина, это и женщина, которая становилась под зверя. А, кстати, в древности это носило еще и ритуальный характер, потому что звери являлись тотемами разных языческих племен. И вступление в какую-то такую противоестественную связь с тотемом – это считалось как некий религиозный акт. И следующий пункт, по которому тоже предавали смертной казни, приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Ну, на самом деле, в жертву другим богам приносили и собственных детей, как я уже говорил. характер этих жертвоприношений для верующего человека – это как бы акт отречения от истинного бога. Если израильтянин приносит какую-то жертву другому богу, он как бы допускает совмещение между единобожием и магизмом. И это как бы акт его отречения от веры. Отречение от веры Авраама, Исаака и Иакова – это отречение от своего народа, это отречение от своей семьи, это отречение от всей системы образования и воспитания. То есть это измена Родины, на самом деле. И в таком контексте за это полагалась смертная казнь. Далее идут законы о том, что надо милосердно относиться к бедным. Прежде всего речь идет о герах, то есть о пришельцах. Ну, скажем так, о гастробайтерах. «Пришельца, не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Далее. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их». На самом деле немного из грехов, которые вопьют Господу. Во-первых, Господу вопиет грех убийства. Помните, как кровь Авеля вопияла от земли. Потом Господу вопиет садомский грех, как сказано в Писании, что вопль велик был садомский. Правда, не очень понятно, то ли это вопль торжествующих садомлян, которые кричали от восторга, или вопли их жертв, а, скорее всего, и то, и другое. И вот этот вопль «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их». И есть еще один вопль, который вопиет от земли, сразу как бы в уши Бога. Это, конечно, атропоморфизм. Это удержанная плата. Если вот с человеком договорились, что ему будут платить там еженедельно, или даже ежедневно, или там раз в месяц, и вовремя не платят, вот этот грех вопиет к Богу. И вот если эти вдовы и сироты возопеют, далее мы читаем 24 стих, «И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом», то есть тех, из-за которых этот вопль вознесся на небо, «И будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами». Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Ростовщичество запрещается законом Божиим. Прежде всего, это связано с тем, что ростовщичество, грех процентов банковских, обесценивает производительный труд. Богатства общества, они созидаются потом и кровью трудящихся, а не этими белыми воротничками, банковскими работниками, которые ничего не производя, то есть, минуя созидательный труд, они делают деньги из воздуха, и это мерзость в глазах Бога. Тем более, если этот акт ростовщичества совершается по отношению к бедному человеку. И вот здесь делается такой акцент. И далее читаем. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца, возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать. И так, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд». А здесь мы видим, что человек отдал в залог единственную одежду. Дело в том, это описано в Талмуде, в трактате «Бароход», на святой земле в жаркий период люди работали на земле, иногда абсолютно раздетыми. И это видно из того, что по еврейским законам нельзя было читать молитву, если сердце не прикрыто. И человек должен был для молитвы одеться. И если он брал там пучок соломы, прикрывал сердце, это как бы допускалось в некотором случае, а в некотором и не допускалось. Но вот такие случаи были, потому что иначе здесь как бы противоречие. Единственную одежду взяли, а он там работает целый день. На самом деле так оно и могло быть. То есть в нагом виде они трудились. Но понятно, что никаких там женщин не было рядом. Они совершали какую-то вот черную работу. Как и те же египтяне часто изображаются, что они полуобнаженные, трудятся. И так нельзя у человека взять последнее. Вот когда человек идет спать, ему надо вернуть то последнее, что является его собственностью. Потому что человек имеет право на отдых. И именно Господь Бог повелел, чтобы у людей был отдых и был выходной день. Это прежде всего шаббат, суббота. Хотя древний языческий мир он вообще не знал выходных дней. Люди трудились из дня в день. Но Господь заботится и о нашем отдыхе, о том, чтобы мы получали отдохновение. А далее дается заповедь об уважении к начальствующим. Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси. этот принцип очень важный. Он защищает как светских властей, так и духовных властей. Прежде всего духовных властей, потому что судьи шефтим в еврейском народе это были религиозные лидеры, представители религиозного эстаблишмента. Если кто-то поносит там епископа в своей епархии, священника, не дай Бог патриарха, то он нарушает заповедь о том, что начальствующего в народе твоем не злословь. И мы знаем из книги «Деяния святых апостолов», как апостол Павел, он долго не был в Святой Земле, потом вернулся, его допрашивали иудеи, среди которых был первосвященник, но Павел не знал, что это первосвященник. И Павел ему сказал «Стена подбеленная». А те, которые стояли рядом, говорят Павлу «Ты что, ты первосвященника злословишь?» И Павел тогда как бы берет слова назад, он говорит «Я не знал, что это первосвященник, ибо сказанного начальствующего в народе твоем не злослов. Хотя это был первосвященник, который наверняка участвовал в осуждении Христа. Там очень часто их смещали, этих первосвященников, ставили других, и возможно в качестве рядового суди Сангидрина, Синедриона этот теперешний первосвященник участвовал в осуждении Христа. Но общий принцип сохраняется. Он все равно начаствующий в этом народе. Как и в нашем случае, над нами могут оказаться начальники ни нашей веры или вообще неверующие. Но этот общий принцип всегда работает. Начальствующего в народе твоем не злослов. Ибо Бог посылает нам благих начальников за наше благочестие и усердие в вере и наказывает нас нечестивыми начальниками. И мы знаем, что когда русские князья оказывались в Орде и от них требовали, чтобы они поклонялись бы идолам, они говорили нет, идолам не поклонимся, наши князья говорили, а вот тебе, хан, поклонимся, ибо за наше окаянство ты поставлен над нами от Господа. Вот такое отношение к власти, даже оккупантов, это именно исполнение этого библейского принципа. Но это, кстати, не означает, что нельзя вести партизанскую войну против оккупантов. То есть, мы почитаем сам принцип власти, а не персонально. Далее говорится о начатках плодов и о первенцах. «Немедли приносите мне начатки от гумна твоего и от точила твоего, отдавай мне первенца из сынов твоих, тоже делай сволом твоим и с овцой твоей и с ослом твоим семь дней, пусть они будут при матери своей, а восьмой день отдавай их мне». Здесь речь идет о том, что первенцев животных их приносили в жертву, а первенцы сыновья понятно, что в жертву не приносились, за них давался выкуп адекватный тому же приношению, которое ожидалось. И оканчивается глава законом «Запрет есть животное, растерзанное зверем». «И будьте у меня людьми святыми» Слово «святой» в Ветхом Завете означает «отделенный», то есть от всех остальных «отделенный», «выделенный», «посвященный». «И будьте у меня людьми святыми, и мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, а псам бросайте его», потому что это падаль, и употреблять пищу людям это не разрешается. Итак, друзья, мы вступаем как бы в процесс изучения Божьего закона. Закон Божий это не учебник слободского, он только так называется. Это именно те заповеди, которые содержатся в книгах Священного Писания Ветхого и Нового Завета. И как часто я вам объясняю, разница между Ветхием и Новым Заветом заключается в том, что Ветхий Завет рассказывает о том, что Бог хочет от нас, потому что тут закон, а Новый Завет рассказывает о том, что Бог сделал для нас. Понятно, что это несоизмеримые вещи, но это не значит, что мы должны игнорировать волю Божию, которая высказывается им в его заповедях, которые даны нам для жизни.